сегодня в меню будут маринованные баклажаны их можно готовить с болгарским перцем а можно и единолично я сегодня именно так и поступлю для начала готовлю для них рассол так в чудесной кастрюльке у меня уже 800 миллилитров воды 1 столовая ложка соли с горкой хорошей дальше 50 ой пардон 5 столовых ложек без фанатичной горки сахара на баклажаны на виду а то от пару у меня испортится телефон и так 5 столовых ложек сахара 50 миллилитров растительного масла 150 миллилитров в моем случае уксуса 3 процентного если 9 процентного то 100 миллилитров 1 столовая ложка меда лавровый лист я два штуки положила перец горошком ну сколько вашей душе угодно я не знаю душистый 10 горошин гвоздика я 2 положила для меня достаточно как только рассол закипает будем отпускать туда нарезанные баклажаны сейчас я покажу как разрежу баклажаны вот так пестренько я почистила и разрезала вот в моем случае на четыре части потому что баклажан маленький можно нарезать кусочками как удобно и вкусно вам продолжаю резать рассол закипел и опускаю туда баклажаны буду их готовить несколько этапов так как у меня все не войдет я по-моему упустила момент количество баклажанов один килограмм после закипания варить не больше трех минут а то переварите еще для этого рецепта мне понадобится зелень у меня будет петрушка и укроп но я буду использовать только стебли а вот это пойдет на что-нибудь другое вот уже одна партия у меня сварилась баклажанов сейчас буду измельчать петрушку и укроп если любите кинзу конечно же можно использовать еще понадобится чеснок в зависимости от того сколько вы любите больше меньше я головку почистила баклажаны переварены собираем наше блюдо в удобный контейнер кладем баклажаны в один ряд в один слой сверху выдавливаем чеснок я предпочитаю выдавливать все таки не нарезать на слайсы а выдавливать вот так выглядит моя чесночная поляна и сверху я укладываю щедрую зелень укроп и петрушка напоминаю можете использовать кинзу зелень у меня прям щедро получилось ну и следом еще один слой баклажанов вот так у меня удачно все получилось все рассчитано прямо как-то очень равномерно я думаю что я чуть больше баклажанов у меня было чем килограмм ну да ладно теперь всю эту прелесть заливаем горячим рассолом в котором у нас кипятились баклажаны и оставляем под крышкой чтобы остыла до полного остывания потом убираем в холодильник на 3-4 часа но я уже уберу на ночь и завтра буду наслаждаться но пока я думаю что я рассолом залью минут через двадцать потому что дабы не испортился мой пластиковый контейнер был бы железный или еще какой я бы залила сразу а так завтра буду наслаждаться маринованными баклажанами приятного аппетита готовьте с удовольствием